Так, подождите-ка. Да, потише сделать, все, нормально. Так вот, то, что игроки команды Power of God уже играли против команды Slayer Steam, уже играли и показывали неплохие результаты. По крайней мере, вчера они сыграли с ними три карты, и первая карта была завораживающей, вторая карта была немного изёвой для игроков команды Slayer Steam, и третью карту они всё-таки забрали, хотя имели возможность проиграть, но там Медуза, две рапиры, ну, короче, там был просто шок-контент. Там была очень красивая и крутая игра, без окна, посмотрите её и зайдите в группу ВКонтакте Твинга Капа. Что же, игроки команды K5Gamg забрали себе неплохую связку героев Шедоу Демона и Луны, они имеют хороший винрейт, так что, возможно, мы с вами всё-таки видим то, чем игроки команды K5Gamg хотят сравнивать счёт, ну и команда Power of God. Night Stalker, Лич, да, те самые ребята. Лич появляется уже вторую карту подряд от команды Power of God. Night Stalker только-только появился, ну и в бан уже отправили Морфлинга, ну, Морфлинга, вы понимаете почему. Первая карта игроков команды Power of God. Вчера против команды Slayer Steam вот как раз тот самый Морфлинг и развалил команды Pog, поэтому решили все остальные команды против команды Power of God банить этого героя и правильно делать. Также банить Джакира. Тоже они себе показали отличный исполненный танк героя, опять же, огромное количество дэмэджа, комбо-бомба, и карта заканчивается за 25-40 минут максимум. При этом они забанили Тинкера на второй стадии, забанили также Медузу. От игроков команды Power of God отправляется Бисмастер, Угрмак, Раста, Фантомка и также Фантом Лейнсер. Ну, раз Фантом Лейнсер отправился в бан, команда К5 Гимнг предположили забанить Медузу, но здесь может появиться от команды Pog опять же какой-то инвокер на центральную линию, либо какой-то Герокоптер, хотя сколько игр я видел, Герокоптер ни разу, ни разу, еще раз скажу, ни разу не выигрывал у Луны. Луна сам по себе очень сильный герой, то есть если Герокоптер с помощью Флэг Кэнона вносит именно дэмэдж по области файта и с помощью ультимейта, то Луна делает это пассивно, просто ей нужно добрать немного дэмэджа, хороший атак спид, и своими Глейвами она будет убивать абсолютно всех подряд. Причем и пушить, причем все ломать, ну, сами понимаете, неприятно. При этом игроки команды К5 Гимнг забирают Легион Командера для того, чтобы снимать сайленсы своего тиммейта, замедления, станы различного рода с помощью прессов-атак, да и вообще для Луны это будет еще дополнительный атак спид и регент, так что ей это пригодится. Ну, ЛК появилась на Хардлейн, Луна появилась на Коршу, Дуудем появился также на саппорт позицию, которая будет помогать Луне. Ну, Дизрапшин, две иллюзии, хороший пуш, Много фарма для двух героев. Ну, игроки Команды Power of God минута 30 секунд остается. И что же они себя будут сейчас забирать? После такого времени Кличу и Найт Сталкер вообще добрать бы какой-то контроль, желательно массовый, то есть, ну, не Тайт Хантер, может быть, может быть, какой-то Магнус. В Хардлейн, опять же, сплэш, дэмэдж, иллюзии можно забирать, забрать себе какого-нибудь джиггернаута и просто переформить, попробовать. Либо взять себе антимага и что-нибудь подобное, ну... Выбор за ними. Ну и от игроков Команды Power of God после небольшого раздумья появляется еще Шэдоу Финт. Массовый ультимейт, Шэдоу Рейзы и тот самый герой, который совмещает в себе как физикал, так и магический дэмэдж. То есть, физикал дэмэдж за счет пассивки, уменьшения армура, дэмэдж с руки, а за счет души и, естественно, и еще и сам Шэдоу Финт со своим неприятным ультимейтом в файте. От него даже польза будет, когда появляется паджик от команды К5 Гейминг. Отлично, отлично. Вот, как решили. Паджик, Шэдоу Демон, Луна, Легион Командор. Ух. Прям ух. Ну, при том, что падж против Шэдоу Финта, против Лича очень хорош. Они очень лохэпэшные герои, так что хук, дизмэмбер и эти герои погибают. При том, что от магического дэмэджа Пуджа будет спасать его жир. То, что он просто толстый, просто-напросто. И при этом его также будет спасать еще и то, что у него имеется. дизмэмбер, который как раз его хилит. Так что много дэмэджа он не получит. На это, возможно, и ставится расчет. Ну что же. Один секунд остается у Команды Пауэруф Гатт. Надо выбирать себе четвертого героя. И они берут себе Дума. Ну вот, кстати, Хардленер появился. Возможно, это Дабл Хардт. Игроков Команды Пауэруф Гатт, как это любили делать еще до патча 7.07. Дум плюс Лич, армор, при том, что у Дума появляется еще возможность взять какого-нибудь маленького траля, ну не траля, а Угра, который дает ему дополнительный армор. Взять его с помощью Диваура, дать себе еще дополнительный армор, замедление атаки при атаке игроков Команды Каффайф Гейминг этого героя. И в итоге Дум будет слишком силен. Также у него имеется хороший ультимейт, Фернл Блейд, и это будет очень хорошо действовать как на Лун, на Пуджае и на ту же Легион Команды. Ну и залетает бан Некрофос вместе с Инвокером от обеих команд. Ну хорошо. Инвокер в бане команды Пауэруф Гатт, ну они решили забанить его, то есть они хорошо на нем исполнили, но против СФ и на миде этого героя видеть не хотят. И при этом миде расстается ли Команды Каффайф Гейминг? Задумка такова, что может появиться в них какая-нибудь Темпларка, а Команды Пауэруф Гатт забирают себе в Райс Кинга. В Райс Кинг лично и сталкер на линии, если это так будет, и Дум Хардленер вместе с СФом на миде. Интересно. Ну, в Райс Кинг, конечно же, не переформит Луну. Может это сделать, но ему будет очень-очень тяжело. И при этом есть еще возможность этого в Райс Кинга. Что сделать? Ну, хотя перерождение иметь. Два раза в файте появляется, это тоже. Но, значит, однокладно для игроков. Команды Каффайф Гейминг справляться с этим героем придется, поэтому придется немного поднапрячься, чтобы расправиться. Ну, либо собрать себе диффуза на Луну, хотя такой артефакт на этого героя не особо любят. Ну и Команды Каффайф Гейминг забирают себе Тинни. Тинни Патч, Легион, Команды Луна, Шедоу, Демон, Команды Каффайф Гейминг и Команды Пауэр оф Гад. В Райс Кинг, Дум, Шедоу Финк, Лич, Найт Сталкер. Интересные артефакты. Интересные герои будут появляться. У них, ну что же, ладно, посмотрим. В Райс Кинг с Радиком, вот это вот сплэш-дэмэдж в файте, ну, возможно, с Райс Кингом что-то и получится, но в последнее в Райс Кинг время не выигрывает, причем Легион Командор его плотно будет контролировать, Патч будет мешать передвигаться, Тинни засыпать, и, конечно же, Шедоу Демон своим мультимейтом будет выносить очень много неприятностей. Ну и при этом, если Луна все-таки соберет себе диффуза, кстати, там написали в чете передавай привет от ТСТ от Сигнума. А, Сигнум. Ну, ребята, которые тоже играли из Team Swayers Z Swayers Team. Ребята, которые уже ожидают своего оппонента в гранд-финале. Ну что вы там, готовы в Best of 5 серии сразиться? Ну, если команда Power of God попадется, я думаю, опять с банморфингом и все, поехало. Ладно, посмотрим. Чтобы в гранд-финале, но сначала нужно посмотреть на то, что мы с вами увидим на этой карте. Возьмут ли команда K5 Gaming вторую карту, выведут серию Best of 3 на 3 решающие карты, либо мы с вами заметим 2-0 пользу игроков команды Power of God увидим. Что же, команда K5 Gaming GSC от Legion Commander также луда у нас тут. Шулер, Паджик у нас, Лакейм, на Shadow Demon отыграет Скорпион, ну и Тини это Мугивара. отыгроку в команде Power of God видим, Deadbeat, но на Night Stalker, его вчера, кстати, оценивали в чате, говорили, ну чё, как он, по-твоему, играет, как он, по-твоему, нормально. В Rise King это Эван на Doom сыграет Дон КПСС на Личе, отыграет Спасибо, ну и на Shadow Finja будет играть Дэнни. Что же, Дэнни хорошо отыграл на Инвокере, посмотрим, как он исполнит на этом герое, должно получиться 2 запуленных танга в Rise Band от Верон Брэнча. Ну и есть также варды. Сентряк, обсерв, для того, чтобы можно было задевардить, или, по крайней мере, поставить Сентрячок, для того, чтобы на тебя не вышли в каком-нибудь инвизии и очень много неприятностей тебе не сделали, и поэтому посмотрим. В принципе, SF, Doom на нижней линии, кстати, вот лично интересно, куда отправиться. Все-таки он прокачивает пока что только скрип-айс, я думаю, вряд ли он отправится к Doom на линию, опять же, воровать скрипов, уменьшать экспириенс для Луны, не, потом, 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 когда появится у него уже Ice Armor, можно будет отправиться к своему тимейту, и там ему как-то подсобить, ну а пока что придется потерпеть и оставить этого героя в соло стоять. Ну я думаю, что он вытерпет, что ему, тяжело что ли? Поставить на линии, немножко потерпеть, и все будет окей, все будет окей-докей. Что же, первый уровень у него имеется, SF на мизе уже начинает зарабатывать немного крипов, правда, Мугивара стоит против него на линии, ну вот, кстати, Мугивара, ой-ой, так, выходит Night Stalker, ну и все. Все, подождите, а Night Stalker, ай-яй-яй. Ну, был бы, возможно, какой-то рот замедления, замедления 30% даже с самого начала, и Dead Beat'а могли так забрать. Здесь, на центральной линии, но лакей прокачал себе хук, возможно, для того, чтобы спасать своего тимейта, либо цеплять как-то героя врага, но там Тинни, который отправился обратно, цеплять этого Night Stalker, хотя даже если бы хуком попадали и вышка наносила еще пару дополнительных атак накидывала по этому Night Stalker, я думаю, что можно было с ним справиться. Вот опять же, выходит сейчас на Дэнни, посмотрите, рот был бы и здесь было бы два фрага. Забрали бы Night Stalker, забрали бы СФ, а СФ получает хук, хорошо идти, не идет, но воин есть, есть также Shadow Raze и еще дополнительный дэмэдж, немного урона, и воин через 3 секунды и лакей, видимо, никуда не уходит, буквально еще одна тычка, хотя и Стос выигрывает время у Гевара для своего тимейта, лакей выживает. Могли забайтить Night Stalker, подцепить его, но дум... Точнее, но Путч выжил на ЛУХП, но все-таки остается в живых там на топе пока. Продолжают гонять с G7, у него нет пресс-фатака, так что все негативные эффекты замедления и всего остального нельзя дать. Тут надо было, кстати, Сальву сбить, Сальву с Сальву сбили, но тут уже G7 опять фуловый, но вот, кстати, его здесь все-таки можно будет забрать и станчик, правда, с другого стана не будет, и замедления пока не хватает маны, хотя буквально еще тычка от Лича, но не хватает радиуса атаки, если бы Сальву немного раньше сбили, здесь был бы First Blood, то есть был бы он либо на Мидзе, да, где Пуджа оставалось очень мало ХП, на топе, где ЛК почти осталась без хитпоинтов и отправляет сейчас на базу, потому что стоять с такими ХП даже там гусы не помогут. Ну а то, что там Мидз с Ancient Manga, ну вообще, как бы пользы не принесет. Ну и вот, ЛК вроде прокачала моментов каурэйдж, момент контратаки, также каурэйдж. Также оверхлэй мод с ума единицу, но для Хардленера это самое, наверное, нужная, самая нужная способность, правда, приз в атак тоже не стоит недооценивать. Там сейчас Дон КПСС на нижней линии, посмотрите, подает, типа, нему сейчас Шулер последний. Лунэс Бим добивает этого героя, ну и хороший выход. Shadow Demon, Disruption, плюс рот от Пуджа, Хук, и в итоге этого демона же хватило, хотя Хук, кстати, не попал, возможно бы тогда сразу бы этого дома забрали бы, но не тут-то было, пришлось немножко подпотеть и дать два Лунэс Бима от Луны, чтобы забрать этого героя. Хотя он жил. Там еще и дабл дэмэдж появляется на Shadow Fin Динамиде, Боттл, дабл дэмэдж и пошел наваливать. Дамаги много, Мугивара здесь пока настреливает и набивает крипов с помощью своего дерева. Ох, это дерево. Тини, тини, тини. Кстати, сет, по-моему, от команды Empire, если я не ошибаюсь. Да. При этом он не смотрел ни одного матча команды Empire, ай-яй-яй, Мугивара, ай-яй-яй. Взял сет и не смотрел ни одного матча. Странно, странно. Что ж, Shadow Demon с Пуджом на нижней линии продолжает пока немного загонять Дума под вышку. SF пока оставили в покое, но это не есть хорошо. SF в покое на центральной линии. У Тини 15 крипов, у SF 21. SF нельзя так давать много фарма. Не, просто нельзя. Если он будет получать столько фарма, столько крипов, столько дэмэджа, он начнет очень сильно доминировать на линии и потом сможет очень даже неплохо перемещаться. По карте помогает своим тиммейтам. Тут сейчас Алакей можно подцепить, правда, у Дума имеется второй уровень, был бы Infernal Blade, подцепили бы этого героя немного. Раньше нужно пропустить Night Stalker, а Night Stalker здесь, сейчас по Скорпиону идет дэмэдж, прожимается. С Кёрча Тёрз есть также хилл за счет Анхоли Ауры, есть Шок Вейв, можно кинуть Шок Вейв, пойдет по Лакею, дэмэдж. Хук есть. Забрали, правда, еще и Night Stalker, а ну и Дон КПСС остается. Скорпион наваливает с атаки, есть Infernal Blade, буквально еще отычка, и Скорпион здесь догорает, Шок Вейв, три Шок Вейва скинул Дон КПСС на этой, на этой линии. При том, что Шок Вейв стоит сать немало, а Монопулу Дума всего лишь 300 маны, как он это сделал? Стики, стики, и еще раз стики. В итоге 2-2. 5-ая минута, 4 фрага, 422 золота. Исполнение игроков команды Power of God получается на нижней линии. Ну а что, они сделали 2 фрага. Забрали ШД, забрали Пуджа. Дума остался в живых, Night Stalker забрали, но Night Stalker это саппорт, и не должен как бы погибать под размены. Ну, тем более, он погибает очень долго. Тут сейчас еще посмотрите, нападение на Лича, правда, Лакея сжимает втроем в углу, и Лакея иди сюда. Первый Blade, Frost Blast и еще и воет от Night Stalker. Так что Паджик здесь просто не живет. Падж в таверне, третий уровень, ну и Пуджа начинаются большие проблемы на карте. В основном у этого героя должно быть все хорошо, он не должен погибать, он должен совершать фраги, зарабатывать себе силу и так далее. Должен зарабатывать себе силу, но не тут-то было. Зарабатывает как раз силу и Жор на нем, а вот у него все это дело пока не получается. Он приходит на мид, опять же, расфасовывается по линии, туда ходит, сюда ходит. Пуджа отправили, ну вот, сейчас, кстати, СФ можно подобрать, но слишком по тейдин вышку, там сейчас еще пошел два Shadow Rays'а. Если бы Пудж его кукнул еще, стики, можно дать еще один Shadow Rays, правда, приходит сюда Deadbeat, делает фраг, приходит также Лич, и можно забрать Мугивару. Тема Мугивара отходит отсюда. Ну да, замедление, в принципе, дайте, опять же, лековато. Так что, посмотрим. Ну, пока 4-2, 6 фрагов на седьмой минуте, при том, что Тинни, пятый левел, и что Финн Сальву прожимает, и Ли четвертый левел имеет, и Луна на нижней линии с шедовым демоном стоит. Они вообще должны в скором времени заломать Т1-вышку, но как-то незаметно, что они ее как-то ломают. Дум все-таки сдерживает крипов, но его жир позволяет, при том, что он получает свой экспириенс. Ну и с шестым уровнем сможет уже хоть как-то противостоять этой Луне, не давать ей использовать ультимейты. Ну и те же самые луны с Бимой неприятные, пригодится. Что ж, давайте перейдем по Нетворсам, посмотрим, что здесь с Нетворсы. Тридцать с половиной тысячи имеется у Луны. Также там сейчас Луна, посмотрите. Наваливает. Ну и тут Дума могут забрать, если что, Дудем подойдет быстрее, но он не успевает подцепить с помощью дизрабшина этого героя. Луна пока ждет. У нее появляется шестой, она может прокачать свой ультимейт на всякий пожарный, поддержать свою команду в файте, на нижней линии подраться, подраться под Т1-вышкой и тому подобное. Но пока что Дум пятый уровень, шестой на подходе, если он избим от Луны по Думу, ну, Дум 1160 хп. Да, магический резист стандартный, на Луну сейчас попытаются выйти лишь без ультимейта, но имеется фростблак, замеление, инфернал бейд, шок вейд какой-нибудь и можно будет Луну забрать, но она прожимает ультимейт и Дон КПСС отсюда очень быстро выходит. Но Луна даже не то чтобы для драки его поражала, для того чтобы просто подсейвить себя и отогнать игроков к МНД. Power of God на нижней линии от своего героя. Дэдбит на центральной линии пока остался один, получает здесь экспирианс золота, но Тинни забрать его очень тяжело, потому что у Найт Сталкеров все-таки также имеется немало хп, 880, правда у Тинни намного больше, 1160, да и раньше так, а может размять с помощью фрегреба этого дерева, этого Найт Сталкера, крипов, потому что сплэш-дэмэдж проходит 100%, так что и Найт Сталкера крипов он должен якобы цеплять. Но Тинни пока что уровень, да, прокачивает себе ультимейт первого левела, вот наваливает, 5 атак с дерева, ну, Найт Сталкера немного потерял, у него даже без танга имеется неплохой реген хп, 5,9, почти 6 хп регенов в секунду, ну а СФ в это время занимается фармом крипов в лесу. Ну, ему стало немного легче, когда Шедоу Рейзам добавили дополнительный урон за попадание, то есть даже на первом уровне ваши Шедоу Рейзы могут нанести ошеломляющий дэмэдж. Ну, понятно, что на первом уровне его никто не прокачивает, но при этом он имеет 90 урона, одно попадание 80, второе попадание, ну, точнее, дополнительное попадание 80, и там еще одно, и это 180 дополнительного дэмэджа. И так там залетает очень много, а там, кстати, сейчас у Элона вышли, попытались его забрать с помощью дуэли с фуджом, но фудж там и хук не смог дать, и тем более у Райз Кинга имеется 1300 хп. Он покупает себе уже Мидас. Это уже Мидас на Райз Кинге, чтобы вы понимали. Мидас на Райз Кинге на 9-й минуте. Ну, правда, он его еще не донес себе. Нужно принести, там еще и Сальва, которая должна ему прилететь, чтобы восстановить здоровье и выйти на линию. Ну, отдавать реинкарнацию изначально не хочется. Все-таки кулдау на нее очень длительный, и поэтому не хотелось бы так оставаться. Так, ну что же. Мне вот, кстати, интересно подраться, взять драфт Вингу и в Райз Кинге с Ганимом. То есть, там есть дополнительная иллюзия на 7 секунд, которая после смерти героя атакует персонажа, который его атаковал, и на Райз Кинге имеется та самая задержка смерти союзников в 7 секунд. Это тоже симпатично выглядит 7 секунд дополнительного файта от игроков армии бессмертных, которые уже не погибнут, но просто, да, 7 секунд двигаются. Даю способности кроме ультимейта и им вроде как все. Ну, они вроде могут использовать способности, если не ошибаюсь. Но вот ультимейт им не дано использовать. Или можно? Нет, по-моему, нельзя. Так, что же тени? 7 уровень. Пока что пошел. Да, атаковать. Все это дело. Появляется Москова Фуфу Мэднес. Луна на нижней линии. У нее имеется второй Нетворс на карте. На первом месте идет СФ, но Луна скром времени все это дело обойдет и перегонит. Появляется Клеймор на Шедоу Финзе. Будет он выходить с... конечно же в Шедоу Блейд. Ну, для инициации, опять же. То есть можно будет выйти в Луну, отдать свой ультимейт, подраться. Ну и на центральной линии тоже. Так может получиться. Так. Так. Да. Ну что же, тут сейчас еще и могут Дэдбито забрать. Посмотрите. Нападают за ним и Легион Командор пытается его догнать. Да, дуэль, но тут не получается. Пусть что-то время хукает. Спасибо. Ну и спасибо. Может выиграть для себя и для своих команд время. Ой-ой-ой-ой-ой. Так он еще и может остаться в живых. Правда, выходит на АТИ не очень опасно. Дел дальше в Райскинг. Ультимейт Лича просто приговорил двух героев на центральной линии. При том, что еще и на нижней линии Дум справился с луной. Ультимейт Инфернал Бейд, Скверча Тверс, ну и, наверное, Шок Вейв все-таки был. Да, нет, Шок Вейва не было. Был Скверча Тверс, Дум, пара фейзов и просто дэмэдж. 368 золота Дум заработал за этого героя, но то, что сейчас сделал Лич, да, он погиб. Да, неприятно. Ну и, кстати, Медас надо использовать с Эван. Эван, Эван, Эван. Да уж. Так, по званиям, если интересно. Так, стоп, подождите, а почему я не вижу звания? Ого-го. А это как так? Вчера звания показывали, сегодня нет. Что же, ладно. Забрали там сейчас Т1 вышку на Миде. Ну, правда ли, еще знаю, так как Т1 не успел доломать. Ну, спасибо, седьмой уровень. Не, то, что он сделал на центральной линии с ультимейтом. Он просто выждал момент, пока Т1 не подойдет к своему паджику. В итоге сможет что-то показать. Ну, показал, да. Использовал Чейн Фрост, в итоге надамажил столько, что было очень-очень неприятно. Что же, Скорпион, шестой уровень появился. Может уже своим ультимейтом как-то входить на того самого Дума, или Сефа, или даже на Райс Кинга. Правда, Райс Кинг еще ни разу свою инкарнацию не отдавал, ни разу не погибал, и нафармил уже почти себе армлет. На 14-й минуте ПТ, Мидас, армлет, и призывает скелетона. Вы посмотрите, армия скелетон Кинга. Не, ну а что, королевские скелеты 37 дэмэджа, 1 армор, и они так-то неплохо пушат линию, в это время забрали Пуджа, на нижней линии также забрали Сефа, разменялись. Ну и тут еще должны будут забрать, конечно же, Итсини. Да, пошел Войт от Дэдбита, также забрали Легион Командера, и игроки Комны К5 гейминг сыпятся. Просто сыпется, Скорпион зажимает себя в угол, и тут уже выбраться у него не получается, погибает. Полкил здесь сейчас еще и для спасибо. 3-1-3 имеется у Лича, Врайс Кинг в это время продолжает пушить. Посмотрите, в принципе, заряжает скелетов, длительность жизни скелета 90 секунд, перезарядка 51, но он как-то даже не заряжает их полностью, просто 2 зарядил, использовал, пошел дальше. Не, ну скелетон, сколько, кстати, золота дает? 15? Ну, это немного. При том, что если 7 штук, 15 по 15 золота, да не, немного-немного, маловато это будет. Паджик здесь сейчас летает на нижней линии от дома, при этом Дум дает свой ультимейт по тине, и уходит отсюда, не выживает. И выживает. Да, Шэдоу Блейд себе докупает следующим артефактом, какая-то армия Шэдоу Блейдеров получается от команды Power of God, то есть Шэдоу Финд, и Дум, и возможно, ну не, в Райскинг-то вряд ли он будет покупать себе Блинк, и вы посмотрите. Он собрал себе уже 7400 Нетворса, Армлет, Мидас, ПТ, так спит у него уже становится неплохой, при том, что он добирает себе 20 скорости к атаке. На 10 уровне атакует он даже, очень даже быстро. Ну там еще на 15 уровне можно взять 15 к максимуму, 5 к максимуму скелетов, то есть 12 скелетонов по 37 дэмэджи, которые дамажат. Интересная задумка, там, кстати, сейчас могут еще и Пуджа поцепить, Пуджик здесь скорее всего не живет, Ultimate SF а взрывает этого героя, тут же в это время выходит еще и Лич, и Лич забирает Скорпиона. 15 фраг для команды Power of God. Просто Power of God. 15 фрагов. Ну, возможно, команды 5 Gaming решили этого Пуджа взять на обратку, хейпануть немного этим героям, но выиграть, по крайней мере, этим героям пока не получается. При том, что на верхней линии в Райскинг сейчас сдает свой станы развороты, атакует ЛК, ну, вы посмотрите, Баш хотя бы один, ну, не Баш, а Крит хотя бы один дать, но сколько было ударов, ни одного, а Крита не вылетело от Эвана. Эвана приходит отсюда ступать, приходит Дэдбит, есть сейчас по нему Луна Звим, Хук попадает по этому Врайскингу, но здесь полетел ультимейт Лича, в итоге Луна погибает, ей стан еще от Эвана, поэтому Паджик, у Паджик отправляет наверх, но есть войн, буквально еще одна тычка, погибает, Легион Командор, минус 3 исполнения КМНД, Пауэр оф Гатт, и потеряли они все-таки своего Врайскинга, потому что Тинни вышел, Тинни вышел и забрал этого героя, и не только его, подцепил еще и Найт Сталкера, и Найт Сталкер также отправился в Таверну. Ну и Дум в это время 13 уровня. Да, он выходит, кстати, дальше в свой Блэкинг Бар, чтобы не было никаких проблем против Тинни, не было проблем против Луны своего ультимейта. Она и так как бы наносит огромное количество физикал дэмэджа, ну а то, что она будет наносить еще с помощью как раз своих рук, ну и своего ультимейта, в магическом эквиваленте будет ой как неприятно. Ну и что же, Луна, 12 уровень, будет покупать себе дальше Монто Стайл, там еще и Шадоуд Демон покупает себе Аркейн Буцы, Арканы на ШД, плюс Телепорт, плюс Маки, Рейндропы. Ну ладно. Там сейчас в Шидоу Финда выходит Тинни. Ну тоже в Шидоу Блэйде, все в Шидоу Блэйде. Один герой в Шидоу Блэйде, второй герой в Шидоу Блэйде, в Райд Скин, у которого появится реинкарнация через 26 секунд. И Тинни с ним сражаться не собирается. Ну, во-первых, у него имеется полторы тысячи здоровья, при том, что имеется армлет и как бы там без шансов еще и Дон КПСС находит Луну, забирает ее в лесо. Она хотела заднаться об нейтральных крипов, но Дум ей этого не позволил. С ультимейтом ее просто дожег до конца. С ультимейтем по топу, пока надпугнул игроков Камни К5 Гейминг. Да, там сейчас Инфернал Блэйд, но Дума здесь поцепили. Дали по нему дуэль, также есть хук. Ну вот, кстати, хорошая драка. И Тинни пособил, и Пуджик помог, и в итоге как так и получилось. 19-7. 26 фрагов на 19-й минуте. Ну вот же, шоквейв у Дума почему-то его называют по-другому. Ладно, я понял. Там, кстати, сейчас еще и Шедоу Финн, посмотрите, да? А, подождите, да, его не заметят. Нет, нет, здесь никакого Вижена, и Шедоу Финн проявляется дальше. Правда, зря он будет как-то сражаться с этим Тинни, но сейчас может еще и подставиться под какие-то неприят... Так, стоп, тычка, куда? Дэнни, 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 аккуратнее! Но у Тинни нету маны, так что подцепить этого героя, возможно, и нет какой-то возможности. Легион Камадор отключается от игры, отключается Шедоу Финн и ставится пауза. Тинни тоже включился. Ну, лан-турнир. Бывают проблемы и с компьютерами, и с игроками. Они все-таки люди. И лун включается. Да, что-то у них не пошло немного. Ну, да ладно. Пока ждем, терпим, терпим и ждем. На Исаке тоже включится. Здесь все отключаются по очереди. Видимо, что-то у них и правда случилось. Непонятно. Ну, давайте пока пройдемся по артефактам. Пока кто-то, что мог не заметить, отметим. Шулер на луне имеет маску в Мэднас Яшу. Есть Шедоу Блейт у Магивары. Есть также Сул Ринг на G7 вместе с Вейзами и игроки команды Power of God. Мидас на Эвоне, Армлет в Мордиган. Выходит дальше не в Блинк Даггер, а в Радианс. Ну, вот как раз. Радик, миссы, атаки. Ну, поэтому его будет носить много демжа. Вообще, кстати, для Райс Кинга этот артефакт сам по себе очень интересен, потому что это тот самый демдж по области, миссы по этому герою и, конечно же, дополнительный демдж. Все-таки Радик собирается через Секрет Релик. Через Секрет Релик, который добавляет приличное количество урона. Ему очень даже пригодится для этого персонажа. Ну, что-то там еще путь единственный, кто не отключился из этой игры пока что. Может, отключится скоро, но пока не ясно. Да, могу вам пока показать опять же команды. Пока у нас тут включается даже паджик, все в пятером отключились. Вот они, ребята из команды K5 Gaming, которые сражаются за главный приз. Ну, и их оппоненты из команды Power of God. Серьезные ребята? Серьезные? Ну, вот кто? Я не знаю. Кто здесь выглядит победителем? K5 Gaming? Ну, вроде, ребята серьезные, красные футболки. Ну, и ребята из команды Power of God. Ну, по-моему, Power of God более молодые ребята или наоборот. Да, да, по-моему, пока все-таки ребята помоложе, хотя я могу ошибаться. Банки, посмотрите, у основного-то капитана команды Power of God набили. А что, по банкам игроков? Ну, тут тоже, как бы, а, рука поставляет. Ладно, подождем начало. Просто по-да- ждем. Ну, кстати, сегодня по матчам только MDL, финал, BSUV5, там еще Empire идут параллельно с командой Optic Gaming, WP с командой TNC, блин, интересные, интересные матчи. Эх, ну, ничего не поделаешь, завтра будут матчи, завтра уже будет ProDota, если не ошибаюсь, я говорю, в основном для зрителей Twitch канала, конечно же. Поэтому будем смотреть, так что не забывайте, кстати, ребят, подписываться на данный канал, если трансляция понравилась. Ребята, в зале заходите, twitch.tv Flanky Flame, пообщайтесь с нашими зрителями, на Twitch, передавайте приветы. Я пока посмотрю, небольшое расписание. Да, начал замечать, кстати, что у многих... да, у многих, как бы, команд есть менеджеры, а именно девушки. Вот, какая-то модная-то пошла. Здесь я даже не знаю. Ну да, это прикольно, прикольно, конечно. Ничего не говорю, так что все равно не уверен. Да, что-то какие-то проблемы у обеих команд. я не понимаю фишки с фишковую волну, которая перемещается по прямой и наносит урон всем, кто ее заденет. Кстати, может пока что по описаниям скиллов почитать. Я тут иногда нахожу интересные моменты. Лучники Стоунхола всегда в распоряжении Трэздин. Вот, кстати, Легион Каммандера Трэздин и зовут Сплочающий Горн Бронзового Легиона способен воодушевить любого. Трэздин знает, что враг наиболее уязвим после того, как после своего самого жесткого удара. Легион Каммандер любит пожестче для того, чтобы атаковать в ответ, а при этом дуэлька. Не знаю, что поединок с воевым Стоунхол считается большой честью, но ничего такого, что-то мулуна имеется. Селемина поражает тех, кто вторгается в серебристый лес с Мунглейвс аккуратно за застренные клинки луны в форме бумеранга рассекают три ряды противников. Богиня Луны благоволит своим последователям, ну и также ультимейт. При особой необходимости Селемина сама не сходит в мир, затмевая свет и надежды противников. О, неплохо. Затмевая свет и надежды противников. Ну да, ведь по сути ночью, ну точнее, когда Луна дает свой ультимейт, она превращает день в ночь и дает буст для Найт Сталкера. Правда, ночь там длится, по-моему, 10 секунд всего лишь. Или сколько? Длительные 4 и 2. На 10 секунд, да, на 10 секунд превращает день в ночь. Ну вот. Для Найт Сталкера дополнительные тайминги. Безжизненный камень оживает от зова каменного гиганта. Ну, это каменный гигант, Тинни. Колоссальная сила Тинни позволяет ему подкидывать возг даже самых крепких воинов. Лес рубят, щепки летят, а тут летят целые деревья. Ну, и наблюдать перемещение холма в гору становится вдвойне интереснее, когда эта гора в одиночку начинает сокрушать армии врага. Блин. А все-таки Тинни, это получается оно. Это... начинается сокрушать армии... Это... Это гора. Это гора. Ну, хотя, как по-другому-то. Тинни-то гора, значит, это она или оно. Да уж. Ну, и на паджика что там? Ну, на паджика, кстати, это старое уже описание, что он приклеивает части врагов. Крюк мясника является воплощением кошмара, его изогнутое изогнутое лествие всем своим видом говорит, что он хочет пролить кровь. Мясник разлагается, источая страшная зловония вызывает душ ев врагов. Мясник придает новое значение словосочетания пушечное мясо. Словосочетание пушечное мясо. Это, кстати, тоже недурно было описано, придумано. Мясник придает новое значение словосочетания пушечное мясо. Когда я покончу с этими паразитами, из них получится неплохой пирог. Ну, тоже дизмембр в описании. Ну, а что там, кстати, еще есть? Боль никогда не приходит... А, подождите. Боль от аммана приходит не тогда, когда оно случается, а когда о нем узнают. Ну, вот это, кстати, вы же знаете, такое философствование. Философствование. Попыты сопротивляться по рабочению шедоу демона в большинстве случаев ни к чему не приводят. Шедоу поизон, там еще и демоник пюрш, вот, кстати, демоник пюрш. Когда последователи теряют всякую ценность, шедоу демон лишает его статуса из жизни. Неплохо, неплохо. На исталкере тоже такое... А, вот, ну да, на исталкере это же бланар едет, едет, бланар, едет, едет на базар, с базара, с базара, не догонишь бланара. Бланар яростно погружает врагов в воронку когда-то вечной тьмы. Нескорженная пасть бланара навсегда остается в памяти тех несчастных, кто осмелился перейти ему дорогу. Ну и охотничье мастерство бланара восстает, возрастает с наступлением ночи. Жалкое зрелище, когда сильнейшие из воинов начинают бояться темноты. Ну, Даркнесс это получается же темнота, тень, тьма. Ну, Найсталкер в этом плане хорош. О, кстати, в рай скинг это Астарион. Вот, кстати, Астарион звучит как будто это какой-то... Ну-ка, подождите. Сейчас посмотрим. Всем привет, дорогие... Боже мой. Зашел посмотреть написание. Да, не то совсем. История в рай скинга. Страшная болезнь окутала семью принца Астариона, не оставляя никого в живых. Эта болезнь поражала плоть человека, превращала ее в гниль. Молодой принц видел, как все члены ее семьи страдали. Плоть отваливались, а после они умирали в мучениях. Боже мой, как же все это грустно. Перерождение в рай скинга. Ну, такое. Керри плюс танк. Не, ну, он хорош. То есть, как ор, конечно, дэмжа много вносит. Окей. Там, кстати, описали о том, что интернета нет. Давно не играл Street Fighter. Блин, что же, ребят, 19.7. Ну, интернет там восстанавливают, чинят. Какие-то проблемы получились у обеих команд. но опять же, называть вещи не своими именами в доте своеобразное желание. так что, даже не знаю, не знаю, ребят, не знаю, что и почему может это быть. так, ну что, я вообще, кстати, могу поставить Deleon 15 привет. Deleon, привет. Да ладно, ну блин, смотри, Dota. Дота. вам музычку. Сейчас поставлю. С Google-адресом. Да. Есть у меня пара треков интересных, новых. Ну, как это, не треки, они с Jamen, да. Единственное, их пользуется, что они не банятся на Twitch, это очень практично. Даже во время перерыва использовать. Давайте послушаем. Я буквально на 2 минутки отойду и к вам вернусь уже. Надеюсь, все-таки к продолжению матча. Думаю, это будет совсем-совсем скоро. Так что не отключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В райскин, которого имеется медас Также имеется еще и армлет Но пока не так много Что же, дальность применения хука Кстати, 1300, она всегда такая была По-моему, да, при том, что 35 С урона к рот он взял 15 уровень, наверное, 13% К вампиризму способностями Там 108 золота и, наверное Плюс, ну Плюс 200 секунд и флешмита Либо вы берете контроль на Целых 6 секунд от своего ультимейта Наносите дэмэдж И если у вас есть БКБ, то вам Этот ультимейт просто нечем сбить Ну, если ультимейт Дума, конечно, только не залетит И при этом у вас не будет какой-то Линки сферы, потому что Ну, в принципе, Паджик может себе купить Тем более, когда у него появится Талант на дополнительное золото 180 золота в минуту То фармить он начнет Намного быстрее Ну и Могевар отправляется ломать Эггин-вышку на топе Потому что должен будет ее доломать Буквально еще одна тычка Вышка упала Но на нижней линии в это время Уже появляется она в Райскинге Радианс На 23-й минуте Ну и по Нетворцу СФ выделяется на первом месте На втором месте идет в Райскинг На третьем месте идет Дум Которого имеется от 10 тысяч золота Ну, при том, что он фармит линию дальше У него имеется БКБ 10-секундная Ясно, ведь его будет очень тяжело Игроки команды Power of God ломают нижний шрайн Поправляются дальше Там еще и эти два вышка у них на пути имеется Но справиться с ними на 23-й минуте Команде К5 Гейминг с преимуществом В 17 тысяч перевес за команды Дайер Ну, есть шансы, но их очень мало Их очень мало Ну, тут в это время должны сейчас Справиться с вышкой Да, вышку забрали Луна, которая имеется 14-й уровень Возвращается При том, что Ну, дальше Луна будет входить в Монтостайл Ей имеется Мало денег Она имеется топный творог своей команды Но это своей командой И сравнить с игроками команды Power of God она не может Притоломают эту тревышку дальше Тинни залетает Эвлонж по четырем героям Получает стану Тинни тоже очень мало артефактов Тинни забрали Он делает байбэк Тревышка падает У игроков КМДК 5 гейминг на нижней линии Легион Командер задувает Ой, клейм отца Ну, а Дэнни заходит в спину Со своим Шидоу Блейдом и Ультимейтом Забирает одного героя Залетает еще тычка Забрали здесь Легион Командер Тинни погибает В гранд-финал Что же Вот как-то так, друзья Причем и Лакейзи Сейчас пытается дать Контрольный хук на Дэнни What? What? Ну, ГГ просто прописали Да, ну вы поняли Как бы ГГ все-таки прописали Командер К5 гейминг Ну, а прописали они раньше Или что это? Фэй, ГГ? А, ну не, не суть Ну, там было понятно Я думаю, что на Лане разберутся Это все-таки не онлайн-квалификации Поэтому ничего страшного в этом нет 28-9 игроки Команды Power of God все-таки выигрывает этот матч Ну и что же Видимо, в следующем матче Мы увидим уже команду Power of God Против команды TST Ну, они же The Slayer Steam Этого остается Ну, кстати, не знаю Там, возможно, перерыв будет В минут 30 Может быть, меньше Там просто на покушать Я понимаю, люди там сейчас Немного подустали Смотреть такую доту И им хочется Немного отдохнуть Да и игрокам тоже Ведь с Power of God Вчера встречались Командой The Slayer Steam И сегодня им придется Встретиться с ними вновь Так что придется Несладко Что же Меняем источник медиа Ставим Команда Slayers Против команды Power of God Второй день подряд Вчера между ними Была хорошая Хороший матч Да, кстати Рейтинг был Очекнуть в игре нельзя Но при этом рейтинг под конец Вот, кстати, люди Которые хотели узнать Рейтинг вот такой Рапиры Эншенты Ну, игроки Команды Power of God Чуть повыше будут Тем более у них имеется Рапира В 1000 новом рейтинге Который входит 709 рейтинг 3105 Имеется у Дэни Ну, потихоньку Будет продвигаться Вперед 28.9 Хороший Поздравляем Команды Power of God Еще раз с победой Переходим на перерыв Включаю для вас музыку И, ребят, не скучайте Я к вам Безопасности